Здравствуйте! Вы смотрите программу «Правительственная связь» в студии Татьяны Молокова. За несколько дней до Олимпиады у нас в гостях в студии министр физической культуры и спорта Чувашской республики Сергей Мельников. Сергей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Владимирович, буквально два дня осталось до церемонии открытия Олимпийских игр. Как в Сочи представлена Чувашская республика? Какими спортсменами? В каких видах спорта? Во-первых, хотел сказать, что для Чувашской республики, для нас Олимпиада начнется уже завтра. Так как представитель нашей республики в составе Олимпийской сборной команды России Лена Муратова начинает соревнования уже завтра. У них предварительные соревнования, а финальная часть состоится 8-го числа. Какой вид спорта? Вид спорта – фристайл, а дисциплина – могул. Может быть, несколько экзотическое для большинства жителей нашей республики дисциплина и вид спорта. Но этот вид имеет у нас хорошие перспективы. Есть уже довольно много молодых перспективных ребят, которые входят в составы национальных сборных по различным возрастам и по различным дисциплинам. Поэтому я думаю, что выступление Лены на Олимпиаде позволит еще больше популяризировать этот вид спорта в нашей республике и даст новый мощный импульс развития этого вида спорта в нашей республике. Елена Муратова, она единственная представляет в Сочи Чувашскую республику. Откуда она взялась? Кто она такая? Да, Лена Муратова – это единственный представитель нашей республики на Зимней Олимпиаде. Но хочу сказать, что мы очень гордимся этим фактом, так как предыдущий представитель в составе сборной команды страны, тогда еще СССР, на Зимних Олимпийских играх, представитель нашей республики, был в далеком 1972 году на Играх в Саппоро. Это наш легендарный лыжник Владимир Петрович Воронков. С тех пор представителей официально, так скажем, спортсменов, которые представляли Чувашскую республику в составе сборной команды нашей страны, не было. То есть спустя 42 года наша республика делегировала спортсмена защищать честь нашей страны. Что касается Лены, да, она не является уроженкой нашей республики и не столь длительный срок она является жительницей нашей республики. Но я могу ответственно заявить, что она 100% именно Чувашская спортсменка, и она это подчеркивает везде. Взять даже вот фотографии, которые она нам постоянно представляет из различных соревнований, она везде. Флаг Чувашской республики гордо держит в руках. И это показатель того, как она относится к своей новой, так скажем, территории, новой для нее, и то, как мы к ней относимся. Лена стала в состав нашей команды республиканской, вошла чуть более двух лет назад. И надо сказать, что в такой очень сложный период ее жизни, она после полученной сложной травмы была выведена из состава сборной команды страны. Она фактически не была востребована теми регионами, за которые она выступала до этого. И президент федерации фристайла нашей республики, он же главный тренер по этому виду спорта нашей республики, Валерий Васильев, который фактически на общественных началах создал этот вид спорта в нашей республике, это фанат этого вида спорта, он некоторое время работал с Леной, оказывал ей консультативную помощь, лично знаком с ее родителями, которые являются первыми тренерами. И у них возникла такая идея, и Лена была очень готова именно стать представителем Чувашии, тренироваться в нашей республике. Те условия, которые она обозначила, мы их смогли выполнить, приняли. И вот уже на протяжении двух лет она представляет Чувашию. Надо сказать, что менее чем за год она вернулась в сборную команду, мы обеспечивали ее подготовку для выступления и на российских, и на международных стартах. И результат, вот сам говорит за себя, за два года она стала членом Олимпийской команды России. Сергей Владимирович, но для Елены достаточно почетная, но в то же время сложная перед ней стоит задача. Предыдущий член сборной страны Ачувашии завоевал золото на Олимпийских играх. Я думаю, что Елена, наверное, понимает, какая перед ней ответственность. Вот насколько это реально? Очень серьезная задача повторить результат 42-летней давности. Конечно, мы очень верим в это, надеемся и будем болеть за это. И сама Лена, конечно же, будет стремиться только к максимальному результату. Но учитывая то, что в нынешних Олимпийских играх уже сам факт получения Олимпийской лицензии является огромным достижением, мы уже оцениваем, как это значительный успех. И, конечно же, повторить результат Владимира Петровича будет, наверное, гораздо сложнее, чем тогда, 42 года назад. И учитывать, конечно, надо и сложность вида. Фристайл – это сложный технический вид спорта. И здесь много нюансов сказывается на результат, начиная от погодных условий, заканчивая просто везением. Ну, как в любом виде спорта. И, конечно же, та ответственность, которая лежит сейчас, именно то, что Олимпиады проходят в нашей стране, на спортсменах, это двойная, наверное, ответственность. Все эти факторы, конечно же, надо учитывать. Поэтому мы желаем, чтобы Лена показала, самое главное, тот результат, на который она готова. А уже как сложится турнирная борьба, здесь, конечно же, зависит уже и от соперников, и от судей. Но Лена готова очень хорошо. И самое главное, чтобы она показала действительно свое, все самое лучшее, что она может. Сергей Владимирович, кроме спортсмена, кто еще будет в Сочи? Ну, в целом, от республики, вот по нашей оценке, около 500 человек выезжают жители республики по различным направлениям, в том числе около 150 волонтеров официально, которые будут обслуживать игры. Большинство из них уже там находятся и приступили к исполнению своих обязанностей. Это судья, буквально недавно закончивший свою спортивную карьеру. Это Денис Салдемиров, биатлонист, будет работать судьей. Это представители, так скажем, культурной делегации, которая будет в рамках Олимпиады участвовать в церемониях открытия. Закрытие игр, работать в Олимпийской деревне – это более 20 человек. Ну и, конечно же, самый многочисленный состав – это болельщики. Мы совместно с Республиканским Олимпийским Советом с помощью благотворительных средств, которые нам оказали предприниматели нашей республики, за что я им очень сильно благодарен, выкупили, согласно квоте, выделенной нам оргкомитетом и Олимпийским комитетом, около 300 билетов. Эти билеты все доведены безвозмездно до жителей республики, прежде всего для работников социальной сферы, как и было рекомендовано, культура, спорт, образование – очень значительная часть. В том числе дети, сироты группы детей выезжают, воспитанники детского дома. По нашей линии, по линии Минспорта – это ветераны спорта, заслуженные тренера, великие тренера, начинающие тренера. То есть, все категории мы постарались направить туда, чтобы они были свидетелями этого исторического события. И расходы по командированию, они порой в несколько раз превышают саму стоимость билета. Мы тоже организовали так, чтобы эти расходы несло государство, либо органы госвласти, либо муниципальные власти, учреждения государственные. Поэтому, я думаю, для людей это будет действительно праздник, событие. Сергей Владимирович, возвращаясь непосредственно к соревнованиям, за 42 года всего два человека из Чувашии участвовали в зимних Олимпийских играх. Вот почему так получилось? У нас недостаточно спортсменов, у нас недостаточно людей, у нас плохие базы. Ну, во-первых, представители Чувашии были на играх чаще. То есть, я имел в виду, что официально представляющие в составе сборной команды России представители Чувашии. А вообще, воспитанники Чувашского спорта выступали от других регионов, либо даже от других стран. Ефремова за Украину выступала, они у нас были чаще. Ну, что касается Вашего вопроса, вот в настоящее время я могу сказать, что зимние виды спорта, большинство из них, это очень высокотехнологичные виды, требующие очень технологичного, а соответственно, довольно дорогого оборудования, инвентаря, экипировки. И скажу, что в целом ряде видов порой именно качество оборудования и инвентаря играет чуть ли не решающее значение, не умаляя заслуг самих спортсменов. Но при прочих равных условиях, если готовность спортсменов на одном уровне, то побеждает, как правило, тот, у кого более высококачественный, высокотехнологичный инвентарь или оборудование. Здесь вот такая система, плюс, конечно, спортсооружения для этих видов спорта сейчас ушли настолько далеко, что то, что у нас есть, к сожалению, оно уже не всегда соответствует. Да, и здесь, конечно же, это одна из причин того, что мы где-то подотстали. Другая причина, наверное, в том, что в тренерские кадры у нас довольно длительное время нет такого обновления. Наверное, методики тренировки тоже, они меняются, совершенствуются новые тенденции. Здесь это, наверное, наша недоработка тоже. Ну, все эти вопросы решаемы, и мы уже начинаем их системно решать, в том числе и строить современное спортсооружение. В этом году мы уже начали строительство центра биатлона и лыжного спорта реконструировать, а фактически строительство заново существующие с Дюшор-2. Кроме этого, планируем начать уже в этом году также модернизацию базы для развития горнолыжного спорта, фристайла. Мы считаем, этот вид один из самых приоритетных для нас. И буквально недавно, в конце прошлого года, он Минспортом России рекомендован как базовый вид для нашей республики. Вот ждем буквально в ближайшие дни приказа, когда он официально будет признан базовым видом для нашей республики. То есть появятся новые средства, новые сооружения? Появится поддержка уже на федеральном уровне развития этого вида спорта. Ну и, конечно, признание его базовым говорит о наших достижениях. У нас практически во всех дисциплинах этого молодого вида спорта уже есть представители по различным возрастам в составе сборных команд страны. Сергей Владимирович, мы отметили фристайл, мы отметили биатлон, да, центр биатлона будут в ближайшее время развиваться. Какие еще виды спорта можно назвать приоритетными для нашей республики? Может быть, для развития, может быть, спортсменов каких-то можно назвать? Из зимних вы имеете в виду? Ну, конечно же, хоккей имеет этот вид спорта хорошие традиции. И много воспитанников чувашеского хоккея, хоккейного клуба «Сокол» играли и продолжают играть в командах мастеров, в командах КХЛ. Есть у нас воспитанник, который входит в состав юношеской сборной команды страны. Это Александр Протопович. Он стал призером юношеских Олимпийских игр. Еще целый ряд молодых спортсменов, которые играют уже сейчас за команды клубов, профессиональных клубов. Поэтому, конечно же, мы эту работу ведем. Да, наверное, у нас недостаточно средств и нет, так скажем, такого тительного спонсора, который мог бы обеспечить достойное участие главной команды хоккейного клуба «Сокол». Не секрет, что здесь, конечно, нужны значительные средства. Но, что касается развития детско-юношеского спорта, то здесь мы стараемся не снижать планку, а, наоборот, поддержку государственную увеличивать. Сергей Владимирович, сразу после Олимпийских игр будут паралимпийские игры. Как вот там шансы наших спортсменов? Участвует кто-то? Из спортсменов, к сожалению, у нас участников в составе сборной команды России нет. На протяжении нескольких предыдущих паралимпийских игр участвовал наш легендарный, можно сказать, спортсмен-паралимпиец Юрий Лин. В настоящее время он уже, наверное, его можно назвать все-таки ветераном уже спорта. И, конечно, ему уже было тяжело конкурировать с более молодыми спортсменами. Он не отобрался в состав сборной команды страны. Вообще, конечно, именно паралимпийские виды, зимние паралимпийские виды, я должен признать, у нас недостаточно развиваются. И тренера пока еще недостаточно уделяют этому направлению внимания. Здесь, опять же, наверное, отчасти связаны и с отсутствием спортсооружений, потому что они должны быть оснащены и доступны именно для маломобильных групп. Но мы это осознаем и работу в этом направлении по улучшению ситуации уже ведем. И могу вам дать такие обещания, что сделаем все возможное, чтобы на следующих паралимпийских игр представители Чуваши уже в состав сборной команды России входили. Я почему-то вам верю. Я сам в это верю, потому что знаю, как это сделать, и что это для нас реально возможно, и нужно просто нам сконцентрировать усилия в этом направлении. Все-таки для того, чтобы появились спортсмены, это же не вот смахнул рукой спортсмены появились, это большая, кропотливая работа тренеров, родителей, опять же, самих детей. Вот как у нас развит массовый спорт? Сколько катков, сколько открытых может быть? Насколько это все доступно? Ну, вот по тем сведениям, которые мы постоянно собираем, мониторим ситуацию при республике, на сегодняшний день у нас работает в этот зимний период около ста ледовых катков. Ну, надо сказать, что они разные по оснащению, по уровню подготовки льда даже и по оснащению инвентарем. Но, тем не менее, эти площадки ледовые есть в республике. Я уверен, что их даже больше, чем вот эта официальная цифра, так как есть площадки, которые сами жители республики, дети заливают. И это правильно, именно этим путем надо идти, не ждать, когда установят. Затраты, в принципе? Затраты небольшие, хотя сейчас все стоит денег и вода в том числе. Но, я думаю, это по сравнению с тем эффектом, который мы получаем от наличия такого спортсооружения. Я думаю, те затраты, они просто о них говорить не имеют смысла. Здесь нужно, прежде всего, желание самих любителей спорта, поддержка местных властей и, конечно же, поддержка социально ориентированного бизнеса. И примеры тому у нас в республике есть, их немало. Когда люди, бизнесмены за счет собственных средств строят, создают вот такие простейшие спортсооружения, сезонные спортсооружения. И я уверен, что эта работа будет только расширяться. Возвращаясь к Олимпиаде, вы сами поедете в Сочи? К сожалению, я не смогу выехать в Сочи, так как довольно насыщенный график работы, в том числе и взаимодействие с федеральным министерством. У нас уже запланированы очень такие серьезные мероприятия. Плюс февраль очень насыщен по проведению в нашей республике спортивных мероприятий российского уровня официальных, по нескольким видам спорта, чемпионата и первенства в России. Ну, к сожалению, так сложилось. Хотя, конечно, бы очень хотелось побывать. Но я надеюсь, что я все равно побываю именно на Олимпийских объектах в Сочи, наверное, чуть попозже. С точки зрения обмена опытом, наверное, в первую очередь. Ну, изучение опыта, да, конечно. Хотя, повторюсь, хотелось бы, конечно, быть именно на самой Олимпиаде, ощутить эту атмосферу, незабываемую, как говорят те люди, которые бывали. Но я думаю, что те люди, которые выезжают от нашей республики, они поделятся со мной частью этой положительной энергетики. Болеть будете? И за какие виды спорта, за каких спортсменов? Ну, за Елену Муратову это понятно. Ну, за нее в первую очередь. А вообще буду болеть за всех представителей всех видов спорта без исключения. Естественно, за представителей нашей российской команды. Это очень важно. Поверьте мне, вот та энергетика, та положительный заряд, который мы должны дать и самому мероприятию, и спортсменам. Он чувствуется спортсменами. Вот эти мысли, они материализуются, и они передаются. Это спортсмены сами говорят об этом. Поэтому я и сам буду болеть во всех видах, дисциплинах, даже в тех, которых, может быть, не очень хорошо разбираюсь в нюансах. Но, тем не менее, за то, чтобы наши спортсмены побеждали. Ну, готов даже до поздней ночи смотреть телевизор и передавать эту энергетику. И призываю к этому всех жителей нашей республики. Это важно. Я хочу сказать, что наша страна заслужила победы. Наша страна заслужила успешного выступления на Олимпиаде. То, что сделано за последние годы, тот рывок по развитию нашей отрасли, ну, прецедента, наверное, нигде в мире такого нет. То, что, в частности, по развитию зимних видов спорта после Ванкувера сделано за столь короткий период, такой прогресс серьезный. Некоторые виды начали развиваться-то всего 4 года назад. И, тем не менее, мы в них сумели войти в когорту сильнейших. Получить олимпийские лицензии – это уже говорит о многом. И поэтому я искренне верю в успех нашей команды. Наша страна заслужила этого. То, что сделано за эти годы государством, спортсменами, тренерами, это должно быть вознаграждено победами, медалями. Спасибо. Спасибо вам за внимание. А я напомню, что сегодня в программе «Правительственная связь» мы говорили о развитии зимних видов спорта. Нашим гостем был министр физической культуры и спорта Сергей Мельников. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok